У Добруши в этой неделе начался с очень приятной и долгочеканной событиями. После капитального ремонта в Центральной районной больнице сегодня открылись акушерское гинекологическое и стерилизационное отделение. До взгляда обновленных кабинетов и палат долучилась наша здымочная группа. Будинок, в котором находилось родильное отделение Добрушской ЦРБ, был узведен амаль 140 года тому. Его реконструкцию начали в 2006 году, однако в 4 года будущее заморозили. В студенях этого года, подчас визиту старшиня Балваканкама Геннадия Соловья у медустановы, коллектив звернулся до губернатора с просьбой допомогчи с обновлением отделения. На ремонт и умоцывание материально-техничной базы медустановы из областного бюджета выделили больше за 700 тысяч рублей. Работы выконали за три месяца. Сейчас у нас акушерское гинекологическое отделение на 15 коек. С одной стороны и со второй стороны централизованное стерилизационное отделение, которое тоже необходимо для учреждения. Оно является сердцем нашего учреждения, потому что, ну естественно, что все должно быть стерильным, идеальным. Мы закупили современное медицинское оборудование, такое как фитальный монитор, электрокардиографический комплекс, закупили наркозно-дыхательный аппарат, кольпоскоп. Не каждый район может похвалиться вот таким оборудованием. Выконанный ремонт инженерных сеток и коммуникации. Набыто мебли и такое обсталевание, як гинекологичные креслы, дефибриллятор, паровые поветренные стерилизаторы, аквадестиллятор. Усёг это не только створяет комфортную обстановку для пациентов, але и поляпшает умовы працы медицинского персонала, что в свою чергу сприяет поспеховому лечению. Есть электрокардиограф портативный. Он является мобильным, то есть его можно переносить в любую комнату пациенту. То есть пациенту не обязательно приходить сюда, чтобы сделать электрокардиограмму. Данное оборудование на базе андроида, то есть он схож практически с любым телефоном, смартфоном, поэтому никаких сложностей в эксплуатации не доставляет. Если мы, допустим, на обычной электрокардиограмме, пока всё установим, здесь очень быстро подключается, и в реальном времени мы можем посмотреть электрокардиограмму на мониторе. Можем её сохранить, можем подключиться к персональному компьютеру, то есть посмотреть уже на мониторе, распечатать уже на формате А4, допустим. В Доброжском районе проживая амаль 19 тысяч жанчин. У тымлику каля 7 с половой тысячи, харки-вёзки. Что год на улику по тяжарности насираются каля 300 жанчин. В новом отделении плануют заказывать допомогу первой ступени. Лечить пациенток с гинекологичными захворываниями и патологиями тяжарности, а так само принимать экстренные роды. В остальных выпадках жанчины накировываются в областный центр. На открытии объекта Геннадь Соловей отказал на питании медиков. В их цикавило комплексное доброупорядкование райцентра и финансовая подтрымка молодых специалистов. Дарыч, за три опошние годы процент замоцывания медицинских кадров у районе вырос. В этом немаловажную роль отыграло предоставление медикам жилья. Губернатор так само отзначил, что облвыконкам протягнет подтрымку Доброжской районной больницы и умоцывание Е-базы. Наступное учарзено реконструкцию физиотерапевтичное отделение. Гана Каральчук, Валер Гапанько, телерадиокампания Гомельс, Добруша.